ЦИТ. ЦИ-ЦИТ. ЦАДИ-Ю-ЦАДИ-Ю-ТЕТ. Вы записали? Алфавит знаете уже? Увидите? И жизнь приобретает смысл. Да. Да. В переводе с иврита буквально означает кисть, бахрома. Кисть, кисточка или бахрома. Бамидбар, 15 глава, 37-39 стих. У меня особая Библия. Есть дополнительные книги. Есть у меня Бамидбар, например. 15, 37-39. Всевышний сказал Маше, обратись к сынам Израиля и скажи им, чтобы делали они цицит на углах одежды своих, и чтобы вставляли в цицит на углах одежды нить цвета тхелет. Будет у вас цицит, и когда посмотрите на нее, вспомните все заповеди Всевышнего и выполните их. Цицит? Что она? А, бахрома в смысле, да? Кто такая она? Да, 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 да. И если вы читаете Брит Хадаша, вы помните про женщину, которая пришла к Ишуа и прикоснулась к краю одежды. Да, в переводе Штарна написано, прикоснулась к цицит. И прежде всего нужно понимать, о какой одежде говорится в отрывке. Дворим, 22, 12. Скоро вы выучите это. Дворим, 22, 12. Что такое Дворим? Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Вот такое вот дело. Видите, да? Отсюда мы видим, что делать цицит нужно на любой одежде, у которой есть четыре угла. Не менее, можно больше, Боря уже знает. В принципе, если у вас футболка, да? У футболки есть внизу четыре угла? Иногда есть, иногда нет. Иногда бывает разрезанная, да, такая тынц, и получается четыре угла. А иногда просто цельная. Там, в принципе, не нужно. Но хочу вам сказать, что относительно этой традиции есть разные учения в разных направлениях иудаизма. Кто-то делает на одежде, кто-то носит снизу, кто-то заправляет кисти, чтобы их не было видно, кто-то их показывает. То есть, в зависимости от той традиции, которая есть в той или иной области или общине. Ну, это достаточно такая широко известная практика. То есть, вы можете увидеть, допустим, у нас в городе, да, периодически, ортодоксально. Игуда ходит, цицит, например. Да, это был четырехугольный матерчатый плащ, который носили в то время. То есть, это была накидка, которая была. Как выглядит сама кисточка, цицит? Может, и талит был. Талит молитвенное покрывало. Это связанные вместе с этим образом четыре шерстяные нитки, продетые через отверстие в углу одежды. У нас нет здесь, да? Показать вам. Связанные вместе с специальным образом четыре шерстяные нити, продетые через отверстие в углу одежды. Мы можем увидеть, что, несмотря на то, что спустя время мода на такую вот четырехугольную одежду покрывала, плащи, так сказать, она уже вышла из повседневного употребления. Но еврейская традиция, мудрецы, учитывая то, что они увидели в этом именно заповедь, на которую Бог обращает такое пристальное внимание, постановили, что мы не будем забывать эту заповедь. Если вышла одежда, то мы будем специально делать такую одежду, на которую мы будем крепить цицит. И мы, возможно, видели мужские цициты. Это, представьте, кусок ткани, в котором посередине есть дырка, которую одевают вот так с двух сторон. А тоненькая там, например, и кисточки висят. А сверху одевают рубашку, футболку, то, что там как бы... Ну, смысл в том, что ты, вот у тебя есть какая-то одежда, да? Четыре угла есть, и там есть кисточки. И поэтому мы встречаем сейчас у современных, в современном иудаизме то, что называется талит, буквально покрывало. Цицит носят только мужчины. И талиты тоже носят мужчины. Еще ищ... Та-ли-ты. А у реформаторов все может быть. Почти так же, как у мессианских общинах. Что представляет собой талит? Это большая четырехугольная накидка, которую надевают на себя евреи во время утренней молитвы. Талит одевают, когда вызывают человека почитать Тору. Одевает этот человек, заворачивается в талит. Также человек, который ведет молитву в Миньяне, он одевает талит. Или общественную молитву, когда ведет кантор. Ну и так же в некоторых других особых случаях. Талиты бывают разные. Есть талит Гадоль, большой талит. И есть талит Катан. Талит Гадоль, он похож на большое покрывало. Увидели у нашего рэба, да? Талит Гадоль. Талит Катан, он похож на широкий шарф. Фактически. Ну, как бы процесс соблюден. Правильно? Четыре угла есть, покрывало есть, накрыться можно. Цицит есть. Есть особая молитва. Которую читают перед и после одевания, да. На многих талитах она написана. Благословен ты, Господь, Бог, Царь Вселенная, светивший нас своими заповедями и повелевшим нам носить цицит. Там прямо так и написано. Обычно есть порядок о том, как это одевается. То есть талит не одевают по-быстричку и как попало. Принято одевать талит, размышляя о том, что ты делаешь. То есть берется каждая кисть, которая символизирует как заповеди. Ты ее распромеляешь. Ты читаешь это благословение. Там обратно же, в зависимости от традиции той или иной общины, одеваешь особым образом. Талит – это покрывало, на котором есть цицит, кисточки. Шнурочки, да. Просто их четыре. Если кто-то хочет научиться, я могу научить вас, как завязывать такие шнурочки. Можно самому сделать талит. Есть заповедь о том, что одна нить должна быть голубая. Да, есть белые. Дело в том, что тот моллюск, которым красили эту нитку в голубой цвет, там был какой-то особый моллюск. Он жил на дне Мертвого моря, что-то там такое. И он вымер. Да. Поэтому белые иногда вставляют просто голубую нитку. Вы можете увидеть кисточки с голубой ниткой. Итак, принято, чтобы талит был белого цвета, символизирующего не только чистоту, но и божественный свет, пронизывающий весь мир. Хотя я вот слышал, что еврейские общины, мне кажется, в Китае или в Японии, у них красные талиты. Символ солнца. Одевают талит во время утренней молитвы совершеннолетние женатые или те, кто были ранее женаты, мужчины. Однако же традиции бывают разные. Например, в сафарских общинах принято одевать во время молитвы небольшой талит ребенку, который еще не достиг совершеннолетия, но уже молится самостоятельно. Обязательно, независимо от того, жена, человек или холост, должен одеть талит мужчина, которую вызывают к торе, а также к агент для благословения. Под талитом также стоят на свадьбе жених и невеста. Отсюда и происходит выражение «стоять под хупой» покрывала. Очень интересно, что расцветку израильского флага выбрали около ста лет назад именно таким образом, чтобы она напоминала традиционную расцветку талита, белая с двумя голубыми полосками. Хотя талиты бывают самые разные. Есть черные. Где принято, какие есть там. Ну, разные, короче говоря. Из разных, ну, ну, как бы, качества разной ткани. Ну, шерстяный я видел. Не только, там вот какая-то искусственная, я так понимаю, нитка есть тоже. Сам узор этот, он с искусственной нитки, там из серебра добавляют, золото добавляют. Мы говорили, что существует также и другая четырехугольная одежда. Талит катан, малый талит. Заповедь на цицид относится точно так же, как и тфилин, только к мужчинам. И поскольку здесь написано о том, что ты будешь смотреть на цицид, отсюда традиционно делается вывод, что эта заповедь относится только к светлой части суток. С днем его нужно. Традиция, да. Ну, как бы, мы видим по Писанию, что да, женщина, она освобождена от заповедей изучения Тора. Хозяйство. Не, не только поэтому. Это целая, целая, целая тема. Наука, да. Целая тема отношения к женщинам и женщин к мужчинам. Очень много есть различных историй от Феллини, от цициди. Самых разных, таких, знаете, там, сказочных. Но они в стиле еврейской литературы. Они в стиле Агады. Когда там, например, ну, такая история. Однажды молодой юноша, там, Гершели Мэндал, поехал в другой город. И, короче говоря, так случилось, что увлекся одной дамой. И так он сильно ею увлекся, что уже вот практически все. И в самый ответственный момент Х, когда он начал срывать с себя одежду, он дошел до цицид. И тут одна кисть поднялась и дала ему пощечину. И он пришел в себя от этой пощечины и покаялся, прибежал в синагогу, свершил тшуву и вернулся на путь праведности. Таким образом, цицид сберег его от страшного греха. Да, ну, это, такие истории есть разные, вариации на тему. Ну, как бы, этнос. Не грешите. Да, когда ты смотришь на эти кисточки, ты понимаешь, что он не грешитен. Мы говорили о том, что среди нитей цицид надо вставить одну цвета тхелет. Что такое тхелет? Синий. Евридское слово тахоль. Синий. И таки, да, эта краска добывалась из морского моллюска хилозон из семейства пурпурниц. Но, к сожалению, за время рассеяния информация, какой именно моллюск так назывался во времена храма, хилозон означает улитка, кстати, в современном Еврике, была утеряна. Так что, изготовление нужной краски осталось невозможным. Поэтому, все кисти цицид стали оставлять белыми. Хотя мы знаем, что люди делают так же и синими. Так было сказано. Итак, мы говорили о заповедях, о трех заповедях тфилин, мезуза и цицид. Да? Эти заповеди относятся к категории, которые мы называли хукам. Помните, да? Такие. Чем отличаются заповеди хукам от мишпатим? Делай или не делай. То есть, то, на что есть какое-то там объяснение, да, и то, которое просто нужно сделать. И это значит, что эти заповеди относятся к какому? Вспоминайте. мишпатим, мишпатим, это проходит, связано с глаголом рассуждать или судить. Да? Да. Хуким. Да. Просто нужно, которые нужно сделать. мы не в состоянии понять их смысл до конца, но мы должны их делать. Так учит еврейская традиция. Еврейская традиция подчеркивает факт непонятности заповедей, не делая их менее или более важными. Потому что и хуким, и мишпатим, это заповеди Торы, а для соблюдающего традицию человека это несравненно более важными важные обстоятельства, чем понятность или непонятность той или иной заповеди. Иными словами, если это заповедь, понял ты как это, зачем это, не понял, сделай, пожалуйста. То есть, может ты никогда и не поймешь, но при всем том, будем делать, там поймем. второе из отрывков Торы, включенных в ШМА, мы говорили, дворим 11, 13, 21, включает предложение, практически дословно повторяющие слова из первого списка, говорящие о заповедях Тфилин и Мезуза. Однако в этом отрыве появляется в частности и такое новое требование. дворим 11, 19, давайте посмотрим. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем и когда идешь дорогу, и когда ложишься, и когда встаешь. Есть, да? Ну и дальше мы видим, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих. И так далее. То есть здесь добавляется новая заповедь. Обучение детей Торы. Дворим 11, 19. Поэтому учить детей Писанию – это заповедь. И с этим я согласен. И выполнение этой заповеди было заботой всех еврейских общин во все времена. В самом бедном местечке существовал хедер, буквально комната, куда приводили детей учиться уже в пятилетнем возрасте, и нанимался учитель Меламед для их обучения. То есть даже самая бедная община старалась иметь хедер – комнату, куда приводили детей, или больше что-то. Бедных и сирот обучали бесплатно. Меламед Традиция оговаривала и минимальное количество учебных часов, и максимальное число учеников в классе. Были перепробованы самые разные способы того, как можно было учить детей за тысячелетия. Была куча разных традиций и так далее. Однако все это объединялось под единым понятием. «Если не учить детей, все вскоре остановится». Мы понимаем, что это правда. Они понимали, что для того, чтобы Тора становилась достоянием еврейского народа, надо, чтобы весь еврейский народ имел возможность ее изучать. Особенно, если мы понимаем, что речь идет о тех временах, когда Тора могла быть одна на район. Или какие-то книги были редкостью, свитки. То есть это все было очень сложно. Это было фактически единственное место, где можно было хоть чему-то научиться из этого. Для нас, конечно же, сложно представить, что сейчас, например, еще 200 лет назад, большинство людей в странах Европы не умели ни читать, ни писать. Это мы уже продвинутые в этих вопросах. И тем не менее, среди евреев существовала грамотность. Поэтому во многих моментах их и нанимали, например, управляющими, да? Их нанимали где-то там делать какие-то работы. И они занимались тем же бизнесом на своем уровне. Потому что с детства их приучали грамотно мыслить. Как говорят, да, что как бы... Одни учат там типа в детстве, играются с детьми, родители говорят. Ну, давай, беги, баран-баран, бутс, баран-баран, бутс, да? А в еврейских семьях учат 1 плюс 1, это 2. 2 плюс 2, это 4. Можно все те же игры играть, но совсем с другим смыслом. Сегодня, как в Израиле, так же во всех странах России не существуют еврейские заведения. Как в садике мы понимаем, что образование, оно поставлено достаточно широко. И традиция говорит, что у отца есть 4 обязанности по отношению к сыну. Это не посадить дерево, не построить дом и не родить сына. Отец обязан привести его к Торе, чтобы он не вырос невеждой. Обучить какой-либо профессии, чтобы не подтолкнуть к воровству. Женить его, чтобы построил еврейский дом и передал Тору детям. Есть такой вопрос, кто такой еврей? И один из ответов, это тот, у кого внуки евреи. О чем это говорит? О том, что ты научил Торе своего сына, а свой сын научил своих детей. О том, что построить еврейский дом, чтобы женить его, чтобы у него было своё семейство еврейское. И он передавал Тору детям. И так же научить его плавать. Вот так вот, неожиданно. Чтобы сумел избежать опасностей. В последнее время это требование принимают как необходимость физического развития детей. Иными словами, научил его постоять за себя. За свою жизнь. Да. Именно. Ну, правильно. Но смысл передаётся в том, чтобы он мог за себя постоять. И за других. Угу. Рассказывает об одном 80-летнем раввине. Когда-то уже при конце его дней пришли на юбилей все его внуки, дети, правнуки. Там больше ста человек собралось такое. Все смотрят, и они все такие продвинутые в Торе, благочестивые люди. Выросли там бизнес у того, сего. Они говорят ему, Рэбе, ну как вам удалось вырастить таких детей? Он говорит, надо умываться. А они говорят, как? Что? Чем умываться? Ну, секрет. Он говорит, нужно умываться. Он говорит, чем умываться? Каким-то что, какой-то составом? Слезами надо умываться. Вот так. Хорошо. Итак, идём дальше. Мы говорили о том, что шма читают два раза в день. Утром и вечером. Откуда взято этот порядок? Мы говорили. Те слова, что приказываю я тебе сейчас, говори, когда ложишься и когда встаёшь. Поэтому шма включены и в утреннюю, и в вечернюю молитву. Чтение их является самостоятельной заповедью. По традиции, когда читают шма, традиция рекомендует, произнося эту фразу, надо закрыть глаза и сосредоточиться. Слова говорить медленно и чётко, с особой силой и вдумываясь в них. Вдумываясь, вдумываясь. Так же, когда читают шма, обычно встают. Что, Тфилин? Я тебе потом расскажу, что обязательно у нас в мессианском иудоисле. Хорошо. Примерно мы сделали обзор. Напоминаю, что это обзор. Да? Что по каждой из этих заповедей, и по Тфилину, и по Мизузи, и по Цицит, есть целые кучи трактатов. Если вы желаетесь... Подобрала себе хорошенький? Симпатичненький. Что, рано ещё, да? Нет. Чем больше вы будете изучать иудоизм, тем больше вы будете ценить то, что у вас есть. Да? Хорошо. Сила. С уважением. Ты просто начинаешь уважать Ишуа. Слушай, слава Богу, что ты на нас наделал. Итак, сейчас мы с вами начнем тему, которая называется кашрут. Кашрут. Это не каша. Хотя от кашрута бывает такая каша. Слово кашер или кошер означает в переводе с иврита на русский язык пригодный. Или отделенный, или святой. Не, кадош. Святой кошер это пригодный. Чистый. Ну, как бы да. Кашерная, некошерная, трефная, так говорят, да? Сегодня это слово чаще всего употребляется в сочетании кашрутная еда. Так называют еду, приготовленную в соответствии с законами еврейской традиции. Если вы будете проходить возле синагоги нашей, вот здесь, вот недалеко от нас, вы увидите, там стоит такой хеврон, да? И в уголочке написано кошер. Вот эти тайные значки, это не орнамент, это слово кошер. Это значит, что то, что там готовят, оно, это не простая еда, это еда, которая пригодна в соответствии с еврейской традицией для употребления. Вот как, кстати, кошерная, по-любому. Как скажет. Кашемир? Это однокоренное слово, но не относится к этому. Кашемир? Не встречал такого. Кашемир, насколько я знаю, это ткань, да? Да, да, да. Я не знаю. Итак, в любом случае, кашрут – это довольно объемная система законов. Но в ее основе лежит всего лишь несколько заповедей, известных историй, которые и некоторые дополнительные правила. Отметим, что полная система правил кашрута довольно сложная. Поэтому мы не будем здесь пытаться дать какое-то руководство по кашруту. Но попытаемся выяснить, что же имеет в виду традиция, говоря о кошерной пище. Фактически, кашрут – это не просто законы о питании. Это образ жизни. И как мясоедов ужасает мысль о вегетарианстве, о тех мыслей о мясе, но ко всему можно привыкнуть. И если для нас это все достаточно сложно, вы должны понимать, если вы живете в субкультуре, где это принято, это не сложно. То есть, это все так живут. У всех есть разные чашки, разные плиты, разные холодильники. В ресторане тебя спрашивают, кошерная или не кошерная. И, соответственно, там тоже ты знаешь, этот ресторан кошерный или не кошерный. Просто у нас это не продвинуто так сильно. Итак, можно перечислить коротко основные принципы кашрута. Разрешается есть мясо только определенных видов наземных животных, птиц и рыб. Разрешается есть мясо только определенных кошерных наземных животных, птиц и рыб. Животное, чье мясо используется в пищу, должно быть убито, приготовлено и разделано специальным образом. Животное, чье мясо используется в пищу, должно быть убито, приготовлено и разделано специальным образом. Нельзя смешивать мясную и молочную пищу. Нельзя смешивать мясную и молочную пищу. Есть, да? Есть определенные требования на употребление в пищу плодов, выращенных евреями в Айрес-Израэль. Существуют дополнительные ограничения на некоторые другие продукты. И сейчас мы с вами разберем эти принципы более подробно. Существуют дополнительные ограничения на некоторые другие продукты. Итак, прежде всего, мясо каких животных, птиц и рыб в принципе можно использовать для приготовления кошерной еды? Что вы знаете об этом? Баранина. Хорошо баранина? Зайца можно кушать? Нет. А почему? С копытами у него все там плохо. Не говоря о том, что у него нет копыт. Хорошо, давайте посмотрим. Вайкра 11 глава. Вайкра это что? Вайкра 13. 11. 11. И сказал Господь Моше и Аарону, говоря им, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле, всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих, не ешьте, и жующих жвачку, имеющих раздвоенные копыта». Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоенный, не чист он для вас. И тушканчика, потому что он и так далее, и так далее, и так далее. Да, целая глава перечислена, самые разные животные, да, которых мы знаем и которых мы даже не знаем. Итак, то есть мы видим, что есть чистые, а есть нечистые животные, рыбы, птицы, да? Самое известное из нечистых, запрещенных в еду животных, это... Молодцы, хоть в этом вы единодушны. Да. Дивись мне в очи, ты не свиня, ты собака, да? Мы, конечно же, слышали, что евреи не едят свинину. Но точно так же они не едят кроликов, и крабов, и креветок, и других непонятных животных, да? Так же к нечистым относятся все насекомые, земноводные и присмыкающие. Это значит, что кого они едят? Ящериц, змей, черепах, ну да. И мы понимаем, что если у нас такая еда практически не принята, то в других странах она популярна. Да, да, во Франции лягушек едят, понимаете. А к китайцам вообще все запущено. Следует также иметь в виду следующий принцип. Продукт нечистого животного также является нечистым. Продукт нечистого животного, например, икра, ну, раков, например, да? Молоко верблюда, да. Что такое продукт? Это, ну, тоже молоко, да? Яйца. Поэтому, ну, если верблюд делают, что там, кумы сделают, да? Или кумы сделают из... Из чего кумы сделают? Лошади. Да, или верблюжьего молока. Оно считается некошерным. Поэтому не едят там черепашьи, яйца, вот, и так дальше. Есть только одно исключение из этого правила. Это мед. Он кошерен, он кошер, хотя является продуктом жизнедеятельности насекомых, то есть пчел. Нет такого понятия, как нечистые растения. Все виды фруктов, овощей, грибов, ягод кошерны. Однако есть там моменты, связанные с Эрец Израиль, мы поговорим. Овощей, грибов, ягод. Чистые, чистые. Если помыть. Принцип, который применяется для животных, мы видим вот в книге Вайкра, да? Животное можно есть, если оно жвачное и парнокопытное. Да, это мы отдельно поговорим, да. Таким образом, чистые животные, это кто у нас? Например, козы, коровы, кони? Кони нет. А у коней копыта не раздвоенные. Мы поговорим о птицах. Их мясо. Корова чистая, жует жвачку, раздвоенная копыта. Олени, например, овцы. Нормально? Ну, с копытами. А жвачку жует медведь? Нет. Если научить, то будет жвачка. Нечистые животные какие могут быть? Оленина чистая. Нечистые животные. Это какие? Свинья, мы говорили, да? Лошадь, тюлень, например. Хищные животные. И оно не может быть кошерным, даже если к нему, там, даже, скажем так, если вы словили медведя, убили его при всех законах еврейской, так сказать, традиции, да. Если вы это сделал еврей, там, стоя на одной ноге в полнолунии и так далее, тогда ничего не получится. Мы говорили с вами...